Сегодня мы с вами продолжим занятие по порядку Шуха Наруха, законы субботы. И в следующей, в главе Шинзваме 2, в немножко Шинзваме Дзайн, 336 и 337 главы Шуха Наруха. Тут автор обсуждает важную концепцию, которую мы уже немножко затрагивали. Я хочу ее снова повторить в двух словах. И применение, которое сегодня имеется у этой концепции, даже больше, чем во время Шуха Наруха, потому что столько всего автоматического есть у нас. Значит, есть концепция, что в субботу Тора нам запретила делать именно работу, которая делается, например, руками, какой-то акцией человеческой. Но то, что происходит автоматически, своего рода, как результат того, что мы делаем, если это может произойти, а может не произойти, и человек не пытается этого результата добиться, то эта работа и не считается. Так мы постановляем. Это, на самом деле, был диспут во время еще мудрецов Мишны, да, Раби Шимон, Раби Худа спорят об этой концепции. Это называется «давар шейна метковен», то, что человек не хочет. Вот классический пример, который приводит Шуха Наруха, это человек, который идет по траве. И может быть, трава вырывается, и может быть, трава не вырывается. Ему это все равно, и это не обязательно произойдет, поэтому это разрешается. Есть, конечно, тысячи примеров сегодня. Бару Хашем, что халаха, как Раби Шимон, потому что иначе было бы очень сложно многие вещи делать, потому что во многих ситуациях мы что-то делаем, что может привести, ну, скажем, вытираешь руки бумажной салфеткой, и она иногда рвется при этом. Есть тысячи примеров, когда что-то делаешь, что может привести к работе, но если это не сто процентов, что работа произойдет, и тебе это не нужно, то тогда это все разрешается в шаббат. Казалось бы, тогда можно было бы и использовать расческу в субботу, чтобы причесать волосы, почему же это нельзя, хотя бы обычным образом. Есть какие-то мягкости насчет каких-то расчесок, не сделанных из пластика или металла, какие-то с помощью конского волоса, какие-то есть там мягкости. Ну, в общем, обычное причесывание, обычная расческа, без сомнения, в шаббат нельзя делать. Казалось бы, это тоже доваршенно метканен. На самом деле, здесь немножко сложнее, потому что человек, на самом деле, хочет, когда он расчесывает волосы, чтобы те волосы, которые плохо держатся, оторвались и ушли. Он их пытается вычистить, поэтому это не совсем похоже на человека, который идет, скажем, по траве, и ему все равно, что трава оторвется или не оторвется, так что он бежит по траве. Но, тем не менее, вот все, что сто процентов произойдет, да, это называется у них психрейша. Психрейша. Почему так назвали это? Психрейша дословно значит «оторвать голову». Потому что, опять же, классический пример этого, это когда ребенок говорит отцу «оторви мне голову курицы, чтобы я с ней игрался». Это у нас странный ребенок, на мой взгляд, которого интересуют такие игры. Но, может быть, это не пример реально существующий даже. Просто интересная идея такая, что невозможно оторвать голову, и чтобы курица при этом была жива. Поэтому психрейша, да, выражение пошло отсюда, что то, что точно произойдет, да, человек, может, не хочет убивать курицу, либо он готов играться и с живой головой теоретически, но так как невозможно оторвать голову, не убив курицу, то, соответственно, это называть психрейшей, вот это нельзя у нас. Что даже Рабишиман согласен, что когда какая-то акция точно приведет к работе, то это запрещено. Там, правда, тоже все гораздо сложнее. Эти законы, они еще более запутаны. Из слов решением выходит, что если это психрейша «делонейхалэй», то есть психрейша, когда человеку не нужно это, или ему все равно, «делоихпатлэй», то это, во всяком случае, максимум запретравинов. А по некоторым решениям вообще не запрещено, но по большинству это запретравинов. А вот когда это психрейша «делонейхалэй», когда ему хочется, чтобы произошло, тогда это запрет торы. То есть, когда ты делаешь акцию, которая точно произойдет, и ему это еще и вдобавок приятно, ему так хочется, то это будет запрещено из торы. Но давайте попробуем из современных примеров что-нибудь найти. Скажем, если человек открывает дверь холодильника, и при этом включается свет, это, без сомнения, психрейша. Точно включится свет, когда откроешь дверь, если не вывинете лампочку. Вопрос – это «нехалэй» или «ло-нейхалэй»? Вы говорите, что это «нейхалэй», да? Человеку хочется, чтобы было свет в холодильнике. Да, мы же не говорим о том, что так как он религиозничек, то на самом деле этого не хочет из-за религиозных причин, что не хочет ломать шаббат. Мы говорим, в принципе, если не говорить о субботе, то эта акция ему пользу приносит, без сомнения, когда свет в холодильнике, легче выбрать продукты, лучше видно. Поэтому там лампочка и находится. Все холодильники же приходят с лампочкой включающейся. Только у религиозных евреев эта лампочка обычно вывинчена. Большинство даже в течение недели ее не завинчивают, просто убирают навсегда. Так что можно обойтись без нее, чем иначе подать ситуацию, что забудешь пятницу ее выключить, отключить, да? И потом в субботу будут проблемы с открыванием двери в холодильнике. В любом случае, вот такая интересная ситуация, да? Что, в принципе, религиозный еврей не хочет, чтобы включился свет в холодильнике, потому что не хочет ломать шаббат. Но так как само по себе включение света для него это должно быть приятным, если бы не считать религиозные причины, то это считается нейхалэй. Получается, что из Торы запрещено открыть дверь холодильника, если ты знаешь, что там лампочку забыли выключить. Кстати, а вот если, допустим, человек не уверен, забыл он или нет? Допустим, в пятницу, может быть, выключил, а лампочку, может, нет. Это обсуждательно, что Бруро подобный случай. Конечно, у них не было холодильников с лампочками, у них были другие ситуации, но такой же похожий диспут есть от имени Таза Туризагав, был такой мудрец Давид Алейли Сигал. Так он считает, что если человек не уверен, то тогда уже можно. Если он не уверен, что произойдет. То есть ситуация такая, что он не знает. На самом деле уже одна из двух ситуаций происходит. То есть лампочка либо там, либо ее нету. Но мы об этом не знаем. Так вот, возможно, по мнению Таза, будет разрешено открыть. Проблема в том, что потом делать, если все-таки лампочка там оказалась. Даже по мнению Таза, если можно было бы открыть, но потом, непонятно, закрыть уже будет, выключаешь этим, будет этим выключаться свет. Придется держать тогда дверь немножко приоткрытой. Можно говорить, что тогда можно не еврея попросить вывинтить эту лампочку. Но лучше, как я сказал, в такую ситуацию не попадать и лампочку еще просто не держать в холодильнике. Но многие другие ситуации, которые происходят направо и налево сегодня, они вот связаны с этими концепциями. Довар Шейн и Миткавен, еще раз повторим названия эти. Практически любой религиозный еврей должен знать эти названия, желательно на святом языке, да, именно вот так, как они произносятся, потому что часто с ними встречаешься. Довар Шейн и Миткавен – это то, что человек не хочет, чтобы произошло, он не пытается этого добиться. Но при этом, если это психрейша, то это точно произойдет. Вот, если ему от этого хорошо, мы называем это психрейша де нейхалей, то, что ему хочется, в принципе, он доволен тем, что это происходит автоматически. Если ему это все равно или не хочется, то это категория запрета раввинов, только психрейша де ло нейхалей или психрейша де ло их патлей, что ему все равно или ему не хочется, ему не нравится, что это происходит. Это запрет максимум раввинский. И на сегодня мы здесь закончим И завтра продолжим еще практически применение этих вопросов Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк